Книжки от Катюшки на Зарев ТВ А в библиотеке на колесах И сегодня в нашей программе Мы отправимся в телекскурсию По пожалуй самой необычной и современной библиотеке Не только курортного района Но и всего Санкт-Петербурга Библиотеке, которая сама приезжает к вам В гости с книжкой к нам придет Лана Мы продолжим путешествовать по разным странам мира Узнавать интересные факты Обо всем, что связано с чтением, книгами и писателями Сегодня я познакомлю вас Заведующей библиобуса Дианой Викторовной Денчаковой А еще вы узнаете ответ на загадку прошлой передачи И конечно сегодня я и загадаю вам новую Приступаем! Сегодня я расскажу вам о самой необычной библиотеке курортного района Единственной в таком роде во всем Санкт-Петербурге Это не просто библиотека Это целый дом культуры на колесах Это библиобус Самый юный член семьи централизованной библиотечной системы района Но уже с большим именем и достижениями Появившись на свет всего год назад Он уже успел стать экспонатом ежегодного книжного салона Петербурга А также стать участником книжного автопробега Книжный маяк Сотрудники централизованной библиотечной системы Да и все жители гордятся тем, что именно в курортном районе Появилась такая чудо-библиотека на колесах А самое главное Она действительно была нужна Именно здесь, у нас Что же это такое библиобус? Это мобильная библиотека, которая перемещается по всему району Библиотека, в которой представлено более тысячи разножанровых книг В их числе и книги для слепых и слабовидящих Со шрифтом Брайля и аудиокниги И список всех книг постоянно обновляется Сотрудники библиобуса выполняют заявки и пожелания своих читателей Кстати, доступ сюда прост даже для маломобильных людей Есть удобный пандус В библиобусе можно воспользоваться медиатекой Русского музея С его виртуальными путеводителями, авторскими фильмами, причем с применением языка жестов, учебными и игровыми программами Бесплатно подключиться к электронным библиотекам и каталогам Здесь есть ноутбук, на котором совершенно свободно и бесплатно можно поработать Используя Wi-Fi и бесконтактную зарядку А можно принести свой ноутбук или планшет Здесь в библиобусе за удобными столами можно поиграть в игры на любой вкус и возраст Отсканировать, отксирокопировать и распечатать документы Здесь есть кондиционер, удобные камеры хранения Которые открываются с помощью электронной карты, ключа А внутрь таких ящиков можно положить не только вещи Но и здесь же зарядить телефон или планшет Для этого есть встроенная зарядка У библиобуса есть своя страничка и свое электронное приложение С помощью которого можно в онлайн режиме отслеживать перемещение библиотеки И получать доступ к просписанию, афишам событий, контактам А также заказать нужную книгу и получить ее, когда библиобус приедет в ваш населенный пункт Долго приучать жителей курортного района к себе библиобусу не пришлось У нас живут люди, которые всегда рады книгам и знаниям Любят живые страницы И буквально с первых же дней сотрудники библиотеки на колесах С радостью стали выполнять многочисленные заявки жителей Отдаленных поселков района, которые заказывали на дом Живые настоящие книги и журналы А мастера выстроились в ряд Желая прокатиться в волшебной библиотеке до детишек и взрослых И провести с ними мастер-класс или встречу Мобильная библиотека всегда в пути Библиобус как волшебный фургончик из сказки Куда бы он ни поехал, всегда до краев полон интересами и желанными книгами Всегда предоставит доступ в виртуальный мир Для юных найдутся игры и проведутся мастер-классы Ну и конечно, библиобус привозит с собой много замечательных гостей Писателей, актеров, музыкантов А уезжая, забирает с собой яркие эмоции Улыбки, смех, восторг и благодарности своих посетителей Вот такая она, библиотека будущего Для вас что такое библиобус? Библиобус это потрясающая возможность окунуться в сказку, в мир литературы В мир, в котором можно помечтать, потворить И конечно же встретиться со своими друзьями А также с писателями на страницах их книг Чуть позже я познакомлю вас с заведующей библиобусом Дианой Викторовной А пока двигаемся дальше Пес плохо спал в такие ночи Слушая, как завывает ветер, он мечтал Фу-фу любил представлять себя знаменитым сыщиком Который раскрывает самые запутанные дела Внезапно ветер усилился Старое дерево заскрипело сильнее Луна скрылась за тучами И стало настолько темно, что пес не смог разглядеть даже кончик своего носа Вдруг за оконами послышали шаги Фу-фу на слух умела различать шаги разных животных Ведь его дом стоял прямо у дороги И мимо проходило много зверей Но такие звуки он слышал впервые Кто-то огромный медленно пробирался к дому Бух! Потом тишина И снова неясная бух Фу-фу и кис-кис, кот и собака Однако это не мешает им быть не только лучшими друзьями Но и детективами Замечу, очень хорошими детективами В самой первой и многими любимой книге Которая называется Лапой вверх Эти четвероногие друзья Открывают собственное детективное бюро Делают они это даже не из большой любви к расследованиям А чтобы спасти часть кис-киса Ведь его обвиняют в похищении Очень дорогой алмазной сатуэтки из музея Фу-фу даже сны видит о том Как вот фот поймает преступника Однако не все так просто Ведь по сказочной долине Худет страшный и загадочный монстр Хотите узнать, кто был преступником? Тогда скорее читайте Целую серию книг Про фу-фу и кис-киса Если вы постоянно зритель нашей передачи То вы должны знать Что после заставки в гости с книжкой К нам приходит наш новый гость Который очень любит читать И сегодня это Лана Привет, Лана! Расскажи немного о себе О своих увлечениях, хобби Привет, Катя! Ну, я Лана Мне 12 лет Я занимаюсь дубляжем и за кадром Теннисом и рекламой А еще я люблю рисовать и читать Здорово, сколько всего ты назвала! Какое из этих увлечений самое любимое? Ну, наверное, больше всего я люблю читать Как часто ты читаешь? Каждый день Ты говорила о дубляж, озвучках Вот расскажи немного про это подробнее Ну, я на протяжении этого учебного года Хожу на занятия по дубляжу И там мы учимся озвучивать фильмы и аудиокниги Да, очень интересно Ну, тебе нравится, получается? Да, мне очень нравится на этом занятии А тебе в этих занятиях как-то помогает то, что ты читаешь? Да, мне помогает Потому что читая, я развила свой кругозор Соответственно, это мне помогает знать все слова, когда мне дают тексты И я достаточно быстро читаю их Ладно, а ты можешь мне назвать себя актрисой? И чем сложнее, ну, или наоборот, не сложнее То, что ты отображаешь все именно только голосом? Ну, наверное, в будущем, если я буду этим и дальше заниматься Меня можно будет называть актрисой дубляжа из-за кадра Я считаю, что это ровно так же сложно, как и самому участвовать в съемках фильма А что вы проходите на этих занятиях? Мы учимся управлять своим голосом Соответственно, прокачиваем дикцию, например И учимся быстро читать тексты и знакомимся с фильмами Ладно, как ты считаешь, в чем польза чтения? Ну, польза чтения в том, что ты будешь много знать И тебе будет никогда не скучно, потому что ты всегда можешь почитать Зачем вообще нужное чтение актрисе дубляжа? Чтобы уметь быстро встраиваться в свою роль и быстро читать А книги каких жанров ты больше любишь? Я люблю разнообразные самые жанры, поэтому я люблю читать Потому что я читаю очень много всего разного Ладно, а какую книгу ты принесла сегодня? Сегодня я принесла книгу «Сага паотика» Это первая книга трилогии О чем эта книга? Это книга о мальчике-прутике, который сошел с тропы, с которой сходить нельзя было И потерялся в лесу И о том, как он пытался из него выбраться Ладно, а как ты думаешь, в чем смысл этой книги? Смысл в том, что иногда ошибившись Хотя ты будешь сначала думать, что, наверное, это плохо Это будет всегда иметь хорошие стороны Ладно, а давай проведем такой эксперимент Ты сейчас найдешь какой-то любой любимый отрывок из этой книги И прочитаешь его с навыками актрисы Дубляжа Да, конечно Я прочитаю пролог Далеко-далеко рассекая пространство Как огромная резная фигура на башприте величественного каменного корабля Простирается край Соответственно скалы, нависающей над бездной Извергается бесконечный бурный поток Получилось интересно! Я тоже постараюсь прочитать эту книгу Лана, а если тебя попросили бы выбрать Прочитать, прослушать или посмотреть фильм по книге Что бы ты выбрала? Я бы обязательно выбрала сначала прочитать Поскольку я очень люблю читать Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Наверное, каким-нибудь актером Дубляжа? Ну, я пока не определилась Но меня очень интересуют реклама и маркетинг Выберу что-то в этом направлении Ну да, очень интересная идея Лана, ты сказала, что интересуешься рекламой и пиаром А как ты выбрала себе именно такое направление? Ну, тоже с этого года Я начала ходить на бесплатные курсы по рекламе И мне очень понравилось Лана, а может быть у тебя есть какая-то крылатая фраза Ну, или просто принципы твоей жизни? Ну, мой принцип жизни Это то, что надо, несмотря на трудности Постараться все преодолеть И сделать все свои дела Спасибо большое тебе, Лана А мы двигаемся дальше Книжки от Катюшки на Залев ТВ А вы знаете, что одним из самых длинных романов в мире Считается произведение Марселя Пруста На поиске утраченного времени Оно состоит из семи томов И насчитывает более трех тысяч страниц Сейчас мы по-прежнему находимся В самой необычной библиотеке курортного района Библиобусе И я рада представить вам Заведующего этой библиотеки Диану Викторовну Денчикову Диана Викторовна, добрый день Почти год назад в нашем районе Появилась просто уникальная И замечательная библиотека на колесах Кто вообще был инициатором идеи? Добрый день, Катюша Инициатором идеи был наш директор Минаева Людмила Михайловна Библиотека действительно уникальная Мы можем добраться в любой уголок курортного района Расскажите, пожалуйста, а каково это быть Заведующей самой необычной библиотекой Не только в районе, но и в городе? Быть заведующей такой замечательной библиотеки Это здорово, потому что у нас всегда новые проекты Мы участвуем в различных мероприятиях, фестивалях Это очень-очень интересно А вы можете вспомнить свою реакцию Когда вам предложили стать заведующей И работать в этой библиотеке? Честно говоря, она была очень радостна Я очень хотела быть в этой библиотеке Поработать, научиться чему-то новому Расскажите, пожалуйста, о особенностях библиобуса Что он предлагает, кроме того, что можно просто прочитать книги? На самом деле библиобус, он хоть и кажется очень маленьким Но в нем абсолютно все функции, как и у большой сационарной библиотеки У нас можно воспользоваться интернетом, ноутбуком Распечатать документы, поиграть Есть очень замечательная игротека А также мы сотрудничаем с библиотекой для слепых и слабовидящих У нас есть книги с крупным шрифтом, с системой Брайля То есть мы абсолютно все в себя впитали и даем это населению А вот какая вообще была реакция жителей на библиотеку? Изначально очень осторожно реагировали А сейчас уже освоили, здесь очень уютненько Честно говоря, даже когда начинаем уезжать, они не хотят уходить Говорят, у вас так уютно, можно мы еще останемся? Диана Викторовна, а вот кто к вам больше приходит? Дети или все-таки взрослые? На самом деле у нас больше посещают дети Ему очень нравятся мероприятия, мастер-классы Игротека очень наша нравится, они прям с удовольствием все играют И также кинолектория у нас большой экран И детки очень любят смотреть мультики А вот как вы считаете, какой жанр или какая услуга библиобуса самая востребованная? Я думаю, самая востребованная это, наверное, заказ книг Потому что на заказ мы очень много книг привозим Потому что фонд все-таки у нас ограничен И таким образом мы через заказ книг сделали его просто без ограничений Поэтому люди очень любят пользоваться этой услугой Диана Викторовна, а есть ли вообще такая же библиотека на колесах в России? Конкретно такой нету Я знаю, что есть маленькие газельки с книжечками Но именно чтобы вот прям все функции включены были в автобус Такого нету То есть мы довольно-таки уникальный проект Не так давно в Петербурге пришел книжный салон Где библиобус был представлен очень ярко Как реагировали посетители на такой формат библиотеки? Честно говоря, мы очень рады были участвовать в книжном салоне Так как мы очень молоды, нам всего будет годик Нас посетили более тысячи человек Все спрашивали, почему именно курортный район? Потому что на самом деле он очень протяженный по расстоянию А также мы стали участниками автопробега Это на самом деле очень интересно Мы были флагманом Диана Викторовна, а как вы считаете Ваша работа в библиотеке на колесах Сложнее, чем работа других библиотекарей? Ну, уже из обычных библиотек Или же нет? Я думаю, что нет Я думаю, мы одинаково работаем А как вы вообще стали библиотекарем? Как выбрали такую профессию? Честно говоря, в профессию меня привела моя сестра Она с детства очень любила читать И мы с ней обсуждали Она так интересно еще делала Она заканчивала на самом интересном моменте И обычно дочитывала И вот так вот она привела любовь мне к книгам Ну и, соответственно, в библиотеке тоже Ну, получается, вы любите читать А можете рассказать о своей любимой книге? Честно говоря, я не могу так выбрать прям одну книгу Очень-очень много жанров я люблю Но, наверное, самое... Вот если с детских впечатлений То, наверное, это был Гарри Поттер Спасибо вам большое, Диана Викторовна, за интервью А мы двигаемся дальше Книжки от Катюшки на Зарев ТВ А теперь небольшая, но важная новость Помните, этой весной на фестивале детского чтения Рецепт счастливого человека Мы познакомились с замечательной и очень известной писательницей Викторией Ледиман Во время интервью мы, конечно же, говорили И об одном из самых ярких ее творений Книге «Календарь Майя» Ведь совсем недавно по ней был снят фильм Как вы объясняете большой успех книги «Календарь Майя»? Объяснять успех по журналистам объясняют Я понятия не имею Я просто очень рада этому Что книга нашла свой отклик Нашла своих читателей И у моих книжных героев появилось много друзей А после экранизации их появилось еще больше Потому что те, кто никогда не читал книгу Они, посмотрев фильм, взяли эту книгу Кто-то в библиотеке, кто-то купил Кто-то на Литрес прочитал А те, кто прочитал, они точно пошли в кино То есть, и вот этот союз кино и книги Это тоже очень здорово Дайте оценку развития детской литературы в России Ну, я считаю, что детская литература в России развивается Это очень здорово До тех пор, пока я сама не знала Сколько оказывается у нас детских писателей Я тоже думала, что у нас все закончилось на Михалкове и Барто Но на самом деле у нас очень много детских писателей И очень хороших И они пишут прекрасные произведения И по этим произведениям снимаются фильмы Во всяком случае, это начало И очень хочется верить, что детская литература у нас выйдет на должный уровень И экранизации, и киноиндустрия тоже заинтересуются нашей детской литературой Но оказалось, это еще не все Начиная с учебного года, книга Виктории Лидерман вошла в школьную программу Сейчас наступило время загадок Но, как всегда, я сначала дам ответ на загадку прошлой передачи В прошлом выпуске я спрашивала у вас Кем был Дуримар из сказки про Буратино в реальной жизни? Кого описывал Алексей Толстой в своей знаменитой книге под видом доктора? А вот и ответ Оказывается, Дуримар имел реальный прототип И даже фамилии их были созвучны Алексей Толстой превратил в героя сказки французского врача Жака Булемарда Жившего в Москве в конце 19 века Писатель обратил внимание на врача, потому что не заметить его было невозможно Одетый в длинный плащ, доктор Булемар вооружался с очком и банками И отправлялся ловить пиявок, ведь он увлекался герудотерапией Странного доктора постоянно сопровождала свита из улюлюкающих подростков Которые дразнили доктора и придумывали рифмы к его фамилии Возможно, одна из таких рифм и стала именем доктора из сказки про Буратино А сейчас достало время для новой загадки Мы до сих пор продолжаем искать параллели между сказкой и реальностью Все мы знаем сказку о спящей красавице Как вы думаете, у нее был реальный прототип? Ну и кто? Свои варианты ответов вы можете писать в комментариях под этим видео А правильный ответ я скажу вам в следующей передаче А мы продолжаем Книжки от Катюшки Всем хорошим во мне я обязан книгам Говорил Максим Горький Читайте и становитесь лучше А я, Катя Завгородняя Прощаюсь с вами до следующей передачи Открывайте книги, а вместе с ними новые миры Книжки от Катюшки на Зарев ТВ Прощаюсь с вами до следующей передачи Спасибо за просмотр!